здравствуйте дорогие художники и любители живописи вы находитесь на канале яркие картины с вами Наталья Ширяева и сегодня я хочу поговорить о продаже живописных работ я хочу поговорить о том какие же нужно знать основополагающие вещи для того чтобы быть продаваемым художником для того чтобы зарабатывать живописью ну во-первых я хочу разделить два понятия быть продаваемым художником и зарабатывать живописью это немножко разные вещи что такое быть продаваемым художником в моем представлении быть продаваемым художником это значит писать те картины которые вы хотите писать быть самобытным, быть узнаваемым, быть известным брендом и зарабатывать этим себе на жизнь. Что такое зарабатывать живописью? Для этого не обязательно быть известным брендом, не обязательно, чтобы вас знали в интернете или в каких-то определенных кругах, но вы при этом тоже можете жить, занимаясь живописью, и этим зарабатывать себе на жизнь вполне неплохо. Эти две вещи могут пересекаться, могут не пересекаться. Я знаю художников, которые самобытные, которые пишут картины только по велению собственного сердца и при этом продают свои работы, и у них есть заработок. Я знаю художников, которые пишут картины, которые востребованы, которые часто копируют чужие темы, и при этом они очень хорошо зарабатывают. То есть вы можете объединить эти два качества в себе, то есть быть и самобытным брендом, и при этом продаваться. Можете просто зарабатывать, если у вас не получается продвинуть собственное творчество, но вы при этом все равно можете зарабатывать живописью. Так вот, для того, чтобы зарабатывать живописью, нужно знать несколько основоположных вещей. Первое, нужно знать тренды, которые востребованы у той аудитории, на которую вы рассчитываете. Аудитория, допустим, русская аудитория, аудитория, допустим, западная, европейская, американская аудитория какого-то другой части света. Например, сейчас модные русские художники стали модные и популярные в Китае. Так вот, вы должны знать ту аудиторию, на которую вы рассчитываете, которая в потенциале должна у вас приобретать картины. Вы должны знать, что им нужно, какие тренды в моде сейчас. Это очень важно, потому что, когда вы обучаетесь живописи в каких-то учебных заведениях, этому там не учат. Вас учат русскому академическому искусству, которое понимается в России, которое понимается в каких-то странах, которые с Россией были очень долго дружны, в странах советского лагеря. Это же сейчас искусство неплохо воспринимается и понимается в Китае. А вот европейский рынок, американский рынок, рынок западных капиталистических стран, он совершенно другой. И поэтому, если вы хотите продаваться в России или на рынок каких-то стран СНГ, в Китай, то вам подойдет вот это академическое искусство, то, которому вас так долго обучали в учебных заведениях. Или то, которое вы сами любите. Но вы должны понимать, что если наша русская аудитория любит и воспринимает это искусство, то западной аудитории оно совершенно не интересно и не близко. Вот. И там совершенно другие тренды в моде. И поэтому для начала вам надо определиться вообще, для кого вы работаете. У вас не получится работать и туда, и сюда. Это совершенно два разных рынка. Вот. Это первый очень важный пункт, который надо уяснить для себя. Вы должны задать себе вопрос, на какой рынок вы рассчитываете. И, исходя из этого, начать изучать тренды. Потому что даже наши российские тренды, они не все академические. Это не всегда то, что нравится лично вам. Вот что очень важно понимать. Вот. Если вы будете писать только то, что нравится вам, очень вероятен такой момент, что ваши картины просто не будут продаваться. Но если ваши вкусы совпадут со вкусом аудитории, у которой есть деньги и желание приобретать живопись, потому что есть аудитория, у которой есть деньги, но у нее нет интереса к живописи никакой. Вот. А есть аудитория, у которой есть интерес к живописи, но нет денег. Поэтому вам нужно понять аудиторию, понять тренды этой аудитории и ориентироваться на нее. Это очень важно. Это самый главный момент. Второй очень важный момент – это цены. Если вы выходите на интернетный рынок живописи, то вы должны понимать средние цены на живопись, которые приобретает ваша аудитория, именно ваша. То есть, если вы рассчитываете на то, что будут ваши работы, восприняты определенные аудитории, вы должны знать, вообще платежеспособна ли эта аудитория. Потому что у меня даже были такие моменты, когда я общаюсь с художниками, выясняла так, что человек рассчитывает на какую-то подростковую аудиторию. Но подростковая аудитория в интернете ничего не покупает. Мама с папой не дадут подростку денег, чтобы он купил ту картину, которую хочет, допустим, по мотивам комиксов каких-то. А аудитория платежеспособная, она просто не понимает, допустим, вот эти темы молодежные, они и не близки, и не интересны. Поэтому вам нужно знать обязательно среднюю цену на именно то, что вы производите, и аудитория, которая вас это может приобрести, она вообще способна приобрести, да, то, что вы продаете или нет. Средняя цена узнается, если вы планируете продавать картину в интернете, вам надо узнать эту среднюю цену по интернету на тех площадках, на которых вы собираетесь продавать. Вот, это второй очень важный момент. Когда вы выходите на рынок, ставить цену среднюю смысла нет, потому что по средней цене продаются уже раскрученные бренды и уже раскрученные магазины. Обязательно вначале надо привлекать более низкой ценой покупателя. Вот, это второй очень важный момент. Третий важный момент. Это надо очень много работать, потому что многие художники начинают стонать, выложив три картины или пять картин на ярмарку мастеров, и пишут уже мне после этого Наталья. Я выложила еще пять месяцев назад три работы на ярмарку мастеров и до сих пор ничего не продала. То есть, это, понимаете, это бреду подобно. Если вы хотите зарабатывать, вы должны работать. Выбросите эту идею из головы, что вы можете, написав одну картину в месяц, начать зарабатывать живописью. Это бредовая идея. Вы должны работать столько же, сколько работают люди, имея свой бизнес. Люди, которые имеют свой бизнес, они работают с утра и до ночи. Они работают без перерывов на обед, они работают без выходных. Чаще всего, когда ты заводишь бизнес, тебе приходится работать очень много. Поэтому, если вы хотите зарабатывать, вам надо вкалывать. Вам не надо сидеть и ждать, что где-то кто-то придет и оценит вашу гениальную одну картину, произведенную в месяц. Этого не случится. И поэтому жаловаться бессмысленно. Ходить мне или еще кому-то жаловаться, что вы выложили бесплатно, бесплатные три лота на ярмарке, и в течение полгода ничто у вас не продалось. И, как правило, эти лоты еще и некрасивые, они неинтересные аудитории, они завышены заведомо ценой относительно средней. И еще люди такие смеют писать мне в комментариях, что ярмарка мастеров плохой ресурс. Вы должны понимать, что если с вами происходит что-то подобное, в этом кроется причина того, что у вас ничего не продается. Четвертый пункт, который очень важно знать, желая продавать работы и зарабатывать этим, вам надо максимально распространять информацию о себе через все ресурсы, которые вам доступны. Платные, бесплатные, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, ярмарка мастеров, зарубежные ресурсы. То есть, всюду, куда вы можете определить свои работы, старайтесь их определить. Обязательно подписывайте свои работы, электронные изображения своих работ. Подписывайте как можно крупнее, потому что сейчас процветает воровство контента, фото-контента. То есть, работы просто растаскиваются, разворовываются по интернету. Если бы я занималась специально отслеживанием сворованных изображений своих картин, то каждый день я бы находила их миллионы, потому что даже, несмотря на то, что я этим не занимаюсь, мне постоянно поступают сигналы, мне постоянно встречаются на чужих ресурсах собственные работы, когда я просто исследую рынок. Используются изображения для того, чтобы картины по номерам продавать. Используются изображения мои, чтобы написать картину на заказ по мотивам моей работы. То есть, эти картины там подтираются, эти водяные знаки. Обязательно крупно-крупно пишите свое имя, фамилию или адрес сайта основного вашего, или вашей странички ВКонтакте. Это должно быть очень крупно изображено, где-то прям чуть ли не посередине работы, потому что иначе это все затрется, и ваши изображения просто украдутся. Вот, поэтому вам нужно обязательно распространять информацию о себе через все ресурсы, заниматься этим ежедневно. Вот, и обязательно должен быть водяной знак на изображении вашей работы, потому что вы кому-то можете сделать хорошее дело, да, а сами ничего на этом не заработать. Вот, основные четыре пункта, которые важно помнить, когда вы хотите настроенное, чтобы живопись стала делом вашей жизни, чтобы это стало вашей работой, вашим заработком, вашим доходом, вашей возможностью жить хорошо, а не где-то там выживать, чуть-чуть там дотягивать от зарплаты до зарплаты, ненавидеть своего начальника, работая по найму, или там завися от кого-то материально. Вот такие вот пожелания от меня будут всем тем, кто хочет зарабатывать живописью. А насчет того, чтобы стать известным, узнаваемым брендом, я уже снимала видео, как раскручивать свой бренд в интернете. Прошу всем, кому интересно, перейти на это видео, посмотрите его, кто еще не смотрел. Вот, если вы совместите все те мои рекомендации с теми рекомендациями, которые я дала вам сегодня, то у вас получится, может получиться и то, чтобы живопись была любимым делом вашей жизни, чтобы она еще была успешным делом вашей жизни, и чтобы вы могли как художник быть удовлетворенным и достойно жить. Вот такие от меня пожелания. Желаю вам продажи ваших работ, желаю вам творчества в удовольствии. Всего вам доброго. До свидания.